АПЛОДИСМЕНТЫ 17 мая в столице Казахстана начнет свою работу Астанинский экономический форум, который в этом году кардинально изменил концепцию своей архитектуры. Теперь он проходит в формате Global Challenges Summit. Уже только из этого определения становится понятно, что и без того известный в мировом экспертном сообществе Астанинский экономический форум обретает глобальное звучание, обзаводится глобальным языком и привлекает глобальных мировых спикеров. Здравствуйте! В эфире ток-шоу АЭФ-2018 Global Challenges Summit. И сегодня мы говорим о том, каким будет предстоящий форум и какое значение он будет иметь для становления Республики Казахстан в качестве глобального игрока мировой экономики. Сегодня нашу встречу мы проводим в формате дискуссии экспертного клуба. В зале присутствуют наши гости. Это эксперты ведущих отечественных центров изучения трендов экономического развития. Ну а главным спикером сегодня будет генеральный продюсер Астанинского экономического форума Global Challenges Summit Булат Столяров. Булат, здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые гости! И, Булат, вам в первую очередь хотелось бы предоставить слово. Предлагаю вам поменяться местами, чтобы выйти к этому экрану и провести небольшую презентацию тех изменений, о которых вы сегодня уже рассказали на пресс-конференции в правительстве. Спасибо. Нам действительно важно рассказать о том, что означают те изменения в Астанинском экономическом форуме, которые сегодня реализуются, и как будет выглядеть, и какие ожидания вы можете испытывать от Global Challenges Summit, который стартует ровно через две недели в Астане. И мы его называем местом нашей с вами встречи со звездами мировой интеллектуальной сцены, со звездами тех глобальных мегатрендов, которые мы анализируем на этом саммите через две недели в течение трех дней, 17 по 19 число. И я уверен, что успешные конгрессы тяготеют к точкам трансформации, к местам, где что-то меняется, к местам, где что-то быстро развивается. И не случайно успешные из них совпадают с географией крупных глобальных изменений. Важно показать в рамках этого форума, и я уверен, что вы это увидите, то, насколько переплетены с ключевыми глобальными мегатрендами любые страновые тенденции, страновые изменения, страновые реформы. В конце концов, мы находимся в мире, где плотность технологической революции, и ее влияние на экономические мегатренды такова, что это и есть ландшафт тех реформ, которые любая амбициозная страна, в том числе Казахстан, обязана иметь в виду для того, чтобы вести свои преобразования. И мы очень надеемся, что Global Challenges Summit поможет этой трансформации, и поможет своим медийным плечом, поскольку любой успешный конгресс – это, конечно же, медиа. Это передача друг другу огромных терабайтов важной и полезной информации. Эти мегатренды ложатся, безусловно, на казахстанский ландшафт, и нам ужасно помогает в работе над этим конгрессом то, что Казахстан сегодня очень интересно, очень амбициозно и очень выпукло представлен на мировом рынке вот этих самых крупных изменений такими проектами, как прежде всего третья модернизация страны. То есть в этом створе третьей модернизации находится довольно много программ, довольно много реформ, и это проект, который звучит и обязан еще больше звучать на мировой арене, обязан привлекать к себе внимание ведущих экспертов. Безусловно, есть о чем говорить в мировой рамке про проект культурной модернизации, модернизации сознания, поскольку любые программы масштабного развития человеческого капитала – это тоже мировой мегатренд, поскольку человеческий капитал становится капиталом номер один на планете, и все страны находятся в жестокой конкуренции из-за развитого человека. Безусловно, нам помогает привлекать на этот конгресс спикеров высочайшего уровня такие проекты, как Международный финансовый центр «Астана», который официально стартует в этом году летом. «20-летие Астаны» как одной из крупнейших новых мировых столиц, созданных с нуля за последние четверть века. Это также створ, в котором нам удобно работать. Словом, ландшафт современного Казахстана хорош, достаточен и чрезвычайно амбициозен. Он молод для того, чтобы реализовывать в Казахстане проект, который называется Global Challenges Summit – конгресс, посвященный глобальным мегатрендам. И, безусловно, нашей отправной точкой является прошедшая в прошлом году Всемирная выставка Экспо-2017, поскольку она поставила на мировую карту подобного рода дискуссий Астану. Астана является полноправной мировой площадкой, на которой принято и удобно обсуждать крупнейшие мировые тенденции, тенденции мирового развития. И Астана, безусловно, на этой мировой карте останется. И мы надеемся, что Global Challenges Summit поможет реализации этой миссии молодой столицы Казахстана. Я перебираю в голове те успешные конгрессные проекты, к которым мы имели отношение, как успешные конгрессы помогают или выступают катализаторами, или фасилитируют крупные изменения, которые происходят в тех или иных точках мира. Открытые инновации стали тем интерфейсом, который, с одной стороны, привлек к развитию экосистемы инноваций довольно много глобальной экспертизы, а с другой стороны, стартапы или вчерашние стартапы очень здорово прорастали сквозь интерфейс открытых инноваций в мир, получали новые раунды финансирования в других странах, получали глобальные толчки к своему развитию. Также я хотел бы сказать о мировом инновационном саммите СЛАШ, который посвящен в Хельсинки, посвящен развитию стартаперской индустрии. Казалось бы, еще недавно в Финляндии и Хельсинки, медвежий угол Европы, сегодня абсолютно обоснованно стоит на мировой карте инновационного развития своими вот такими великолепными конгрессными решениями, но и в итоге компаниями, корпорациями и технологическими продуктами, которыми все мы пользуемся. Или проект Web Summit, который является на сегодня уже одним из успешнейших путешествующих по миру конгрессных проектов, Web Summit, очень многое сделал для того, чтобы мы с вами узнали о Дублине и об Ирландии в целом, как о точке серьезного прорыва в области IT-разработок. Сегодня конкуренцию за этот форум на мировой карте выиграл Лиссабон, и в ближайшие годы именно Португалия, которая хочет развивать свою экосистему инноваций, получила Web Summit. И вот руководствуясь и вдохновляясь подобного рода примерами, мы приступили к определенному обновлению и репозиционированию Астанинского экономического форума в Global Challenges Summit. Я решил вам показать основные паттерны нашего ребрендинга, чтобы, с одной стороны, у вас было впечатление об обновлении, а с другой стороны, я хотел бы сказать несколько слов об идеологии этих обновлений и об идеологии этого ребрендинга. Что мы хотели сказать? Есть для меня такое важное слово «глокальный» или «глокал». То есть это придуманное слово, которое соединяет глобальность и локальность, то есть глобальную актуальность и актуальность для страны. И вот мы точно так же, как взяли красивейшие здания Астаны в этот паттерн, что означает в целом модернизационный уклон этого форума, модернизационную повестку и повестку, нацеленную на самое новое. С другой стороны, мы взяли в этот паттерн горизонт бескрайней казахстанской степи в разное время суток, чтобы показать, что это проект, который претендует на то, чтобы быть очень актуальным, полезным и заземленным для Казахстана, казахстанской экономической политики, казахстанского плана реформ. Какие же мегатренды, какие же глобальные тенденции взять в программу? Мы остановились на 11 из них, где мы считаем, что каждый из подобных трендов является одинаково актуальным и для мира, как планетарная тенденция, и для экономики Казахстана. И когда мы говорим в рамках программы о глобальной стратегии и смотрим на мировые двигатели экономического роста или на ближайшую судьбу экономического роста в Китае, мы все время применяем это к экономической стратегии Казахстана, и что это означает для плана Казахстана по трансформации экономики, которая находится в топ-50, в экономику, которая стремится в сторону тридцатки сильнейших экономик мира. Когда мы говорим про мир денег будущего, мы, безусловно, говорим и про мировую ситуацию, где национальные государства навсегда потеряли монопольное право на эмиссию валют со всеми вытекающими отсюда последствиями, связанными с бумом криптовалют, с бумом технологий, основанных на блокчейн и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, у нас есть очень конкретный пример запуск Международного финансового центра Астаны с этой уникальной регуляторикой, с этими амбициями и с тем, как сегодня в мире запускаются биржи с международными амбициями и так далее, и так далее. Когда мы говорим про мир городов, мы, безусловно, говорим и о мировых тенденциях в области индустрии Smart Cities, о том, как создаются в мире города с нуля. Мы смотрим в рамках этого форума на опыт и Дубая, и Сингапура, и Гонконга, и других городов, но в то же время мы очень подробно говорим и про мастер-план дальнейшего развития Астаны, и про мастер-план урбанистического развития Казахстана с точки зрения опорного каркаса крупнейших городов страны, и что нужно делать для его успешного развития. И мы постарались сквозь всю программу протянуть вот эту взаимосвязь между крупнейшими и важнейшими глобальными мегатрендами с национальной повесткой развития, и это все результируется у нас 19-го числа, в третий день, когда пройдет экспертная стратегическая сессия, на которой я надеюсь многих из вас увидеть, где мы поговорим о том, какие идеи, какие проекты могут быть взяты в дальнейшую проработку для продолжения плана экономических реформ в Казахстане в связи с оптикой глобальных вызовов. Эти 11 мегатрендов приземлены логичным образом в программу, которой удобно пользоваться, и несмотря на то, что в этой программе на сегодня почти 70 событий, все они ясным образом зонированы по 11 трендам, и вы, когда придете на форум, вы получите в руки довольно удобно сверстанную всего лишь газету, из которой вам будет понятно, как устроена навигация по этому конгрессу в течение всех дней его работы. У нас пленарный зал работает не на одном единственном главном пленуме, а он работает все время, и в нем произойдут десятки событий в течение форума, и все ключевые спикеры выступят в самых разных форматах, от лекций и дебатов до выступлений в формате TED и традиционных панельных дискуссий, и все это произойдет в пленарном зале. Спикеры — это основной товар любого форума, и я хотел бы обратить ваше внимание не только на какие-то иконы, хотя они важны, и, безусловно, этот форум не был бы таким без сооснователя Apple Стива Возника, без одного из ведущих в мире или величайшего из ныне живущих в мире технологических футуристов Митио Каку. Этот форум не был бы таким статусным без одного из ведущих в мире экономистов Джима О'Нилла, который автор термина BRICS и сегодня возглавляет ведущий в Европе уж точно синтенг про глобальные изменения, который называется Chatham House. Я думаю, что мы можем сказать смело о том, что Астана станет столицей тематики про глобальные вызовы мировой столицы на эти дни. Это будет суперзаметно для всего мира, и по цифровым каналам, по YouTube со всего мира люди будут смотреть на все наши дискуссии, дебаты, пленумы и лекции. Обращайте, пожалуйста, внимание не только на суперзвезд, но и на звезд локальных тематик. Например, когда мы говорим про мировую индустрию долголетия, нельзя пройти мимо экстравагантно выглядящего человека с бородой, которого зовут Обри де Грей, который главный визионер про долголетие, или, как он говорит, про стремление человечества к бессмертию. Или в этой же тематике здесь дан в статусе эксперта Энтони Атало, это человек, который впервые начал выращивать внутренние органы человека искусственным способом. Когда мы говорим про развитие городов, нельзя пройти мимо Карла Костелли из Айкома, потому что Айком – это та инженерная компания, которая физически руками воплощает все урбанистические чудеса света, будь они в арабском мире, в Гонконге, в Сингапуре, или в Москве, или в Астане. Представим на форуме масштабное всемирное цифровое исследование о сравнении отношения тех или иных континентов, наций и культур к ключевым глобальным вызовам. И действительно, разница получается впечатляющая между тем, как к одним глобальным вызовам относятся в Америке, Австралии или Ангелии, а к другим – в Китае, Индии, России или Казахстане. И очень важно, что это исследование делается, как говорится, не вручную, это машинное исследование, где искусственный интеллект применен к огромному массиву лингвистических данных на огромном количестве языков, и мы видим действительно широчайший срез отношения тех или иных наций к проблематике глобальных вызовов, и мы это тоже представим на карте. Очень-очень важным, чтобы пленарная сцена серьезного конгресса была гала сцены всех возможностей этого конгресса, всего того, чем мы хотим сказать, и всего того, что хотят представить наши звезды и суперзвезды через две недели. По многим показателям абсолютно уникальная статистика касательно и спикеров, и участников регистрация продолжается, она еще немного продолжается, поэтому мы призываем поторопиться, пока она не закрылась. Спасибо, это то, что я хотел сказать, буду рад ответить на любые вопросы. Булат, спасибо вам за презентацию, предлагаю переместиться за наш уютный журнальный столик и продолжить разговор уже в таком формате. Булат, скажите, в чем конкретно для Казахстана будет заключаться стратегический и, я бы сказал, даже национальный интерес проведения Астанинского экономического форума? Давайте я пойду от обратного. Я совершенно уверен, что традиционная форма ответа на подобный вопрос, а я уверен, что это звучало и будет звучать во многих странах мира, что форум — это столько-то соглашений, столько-то меморандумов, столько-то сделок на такие-то суммы и так далее. Это очень важная часть форума, и у нас будет очень много всего подобного, в том числе меморандумов и сделок высокого межгосударственного статуса. Но мы договорились, что не в этом основной продукт и не в этом основная польза. А все-таки польза заключается в том, что Казахстан, который до 2050 года планирует из статуса экономики топ-50 трансформироваться в экономику, входящую в топ-30 в мире, должен будет делать этот маневр на сложнейшем ландшафте глобальных изменений. А это, конечно же, означает, что этот ландшафт, ну, как вот хороший лоцман, его надо видеть, его надо видеть всей экспертной элите, всему бизнесу, всей нации. А значит, мы должны находиться в плотном интеллектуальном и информационном взаимодействии с лучшими умами по основным тенденциям глобальных изменений. Из этого, из этого, помимо роста понимания, возьмутся и другого качества реформы, и другого качества сделки, и другого качества проекты, и другого масштаба экономические кластеры. Вот я считаю, что мы туда целимся. Понятно, что в условиях, когда Казахстан взял курс на третью стадию модернизации, когда мы бросили все усилия на то, чтобы совершить четвертую промышленную революцию, понятно, что нам совершенно необходим такой вот поиск новых решений. Какими вы видите действия после проведения Астанинского экономического форума в этом году? То есть, что нужно сделать, чтобы не упустить возможность услышанного? Этот форум будет успешен в том смысле, в каком он даст действительно какое-то заметное количество идей и проектов высокого качества, которые Казахстан возьмет в развитие и уточнение, и без того огромной повестке реформ, которые существуют в стране. И мне кажется, вот наша основная метрика такова. То есть, станет ли этот форум катализатором новых трансформаций, которые будут происходить сквозь оптику вот этих наших глобальных вызовов? Скажите, вы для себя можете и для нас выделить какой-то мега-тренд независимого Казахстана? Может быть, не один? Мне представляется, что Казахстан в целом живет в повестке формулировки довольно смелых мега-трендов и реформ. И мне кажется, что такой как бы мировой звездой этот год из проектов конкретных является, безусловно, запуск Международного финансового центра Астаны. Это проект, который ждут в мире. Это проект, который пользуется невероятно смелой регуляторикой. Это совсем не шутка, фрагменты английского финансового права для осуществления юридического структурирования всех проектов в рамках МФЦА. Этот проект является определенной лакмусовой бумагой и метрикой для того, чтобы сегодня показывать и на других рынках. На рынках долголетия, на рынках урбанистических технологий, на рынках логистики, на рынках эффективного агропромышленного комплекса. Показывать то, как Казахстан умеет думать в отношении тех или иных крупных мировых мега-трендов. Для того, чтобы получать и заземлять на свою территорию эти большие кластеры мировой экономики после завтрашнего дня. Влад, вот вы тоже неоднократно употребляли термин «экосистема». Сейчас этот термин мы рассматриваем не как связанность с экологией, а как систему каких-то вещей одного порядка. Это может быть и гаджеты одного порядка, может быть и какие-то более глобальные вещи одного порядка. Вы наверняка внимательно изучили все те программы, антикризисные программы государства, программы развития, программы инфраструктурного развития, экономического и так далее. И, конечно же, венцом которых является стратегия «Казахстан-2050». Вот как вы считаете, почему все эти программы можно назвать одной успешно выстроенной экосистемой? Именно потому, что стратегия «Казахстан-2050» — это не венец всех этих программ, а это отправная точка всех этих программ. То есть страна, как и корпорация, обеспеченная стратегией, должна иметь ясную длинную стратегическую цель. И рамка, которой обеспечен «Казахстан», на мой взгляд, этому могут позавидовать стратегии очень многих стран и корпораций мира. Это все-таки очень ясная рамка из топ-50 в топ-30 к середине столетия. Сквозь эту оптику довольно удобно смотреть на все, что происходит, все, что мы делаем. Это означает определенный темп экономического роста, который должен быть задан в стране. Это определенное качество роста, это определенный переход и трансформация этого роста из секторов в сектора. И так далее, и так далее. То есть в мировых стратегиях это называется стратегирование топ-даун, то есть стратегирование сверху вниз, когда верхняя цель дальше расшивается на сколько-то программ, которые взаимодействуют, дополняют друг друга, но работают на нее. И это очень хорошая ситуация. И если хотите, обновленный Астанинский форум в формате Global Challenge Summit, это один из инструментов этого движения. Булат, у нас есть гости, которые тоже пришли со своими вопросами, у которых возникли свои вопросы в результате вашей презентации, нашей с вами небольшой дискуссии. Поэтому предлагаю слово предоставить нашим уважаемым экспертам. Добрый вечер. Мой вопрос находится в рамках первого раздела Global Challenge Summit – Мир единой экономики. На данный момент одним из важных вызовов является неравенство распределения доходов, богатств, как в мире, как и по странам. В принципе, в ответ на этот вызов Всемирный экономический форум предложил такой индекс, индекс инклюзивного роста. Вы, наверное, об этом слышали. Но на данный момент он вызывает множество вопросов, потому что, к примеру, такая огромная экономика, как Китай, отстает от Непала в этом рейтинге на четыре позиции. Казахстан находится на пятнадцатом месте в развивающемся мире, скажем так, и на сорок пятом месте в общем зачете. Вообще бы тут мнение, что уже давным-давно темп роста ВВП не является отражением экономического роста стран, их успешности и так далее. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. То есть индекс инклюзивного роста, экономический рост выраженный в темпах ВВП и так далее. То есть что является правильной альтернативой? И то, и другое, в зависимости от того... Ну, вы сами знаете ответ на этот вопрос. Если вы находитесь в рамках анализа, например, факторов социального самочувствия в стране, и, значит, индексируете любые цифры на паритет покупательной способности и потребительскую корзину, вам подходит инклюзивная модель, и это годится. Если вы зависимы в анализируемом факторе от, например, того, что продается в твердой валюте и только в твердой валюте, тогда вам эта рамка не подходит, и вы должны осознавать, сколько ваши экономические результаты и ожидаемые последствия от реализации тех или иных проектов будут приносить в ВВП, выраженную в долларах. Мне представляется, что и то, и другое надо хорошо понимать, и за тем, и за другим надо хорошо следить. И, в общем, очень хорошо, что Казахстан внимательно смотрит за обеими этими рамками. Мы с вами понимаем, что любая статистика — это в определенном смысле игра ума, которая нужна управленцам для анализа тех или иных вещей, а не более того. Прошу, следующий вопрос. У меня такой вопрос. На ваш взгляд, на чем необходимо сделать акценты при проведении модернизации? — У вашего вопроса, мне кажется, есть два пласта возможных ответов. Первый, назовем его идеологический. Я думаю, что модернизация всегда содержит такой драматичный инвестиционный период, когда хорошие последствия от твоих действий произойдут когда-то очень потом, а заплатишь ты за это сегодня. Когда мы говорим о модернизации в эпоху технологической революции, ну, то есть это заметные социальные последствия, да, возможные. Вот. И в этом смысле то, о чем вы говорите, это, ну, смелость и настойчивость в реализации тех или иных реформ. А то, чем будет дальше наполняться вот эта рамка третьей модернизации и какие туда войдут новые проекты соразмерные таким историям, как цифровой Казахстан, таким историям, как МФЦА. И сколько таких планов реформ будет, и чем они будут наполнены, в смысле, там, ну, регуляторики и так далее, и так далее. Это мы посмотрим, и я искренне надеюсь, что форум поможет, ну, катализировать те или иные процессы по дополнительному наполнению этих историй. Так, пожалуйста, следующий гость. У меня вопрос касательно мира, денег, будущего. Каким вы его видите? И смогли криптовалюты в своем нынешнем виде успешно интегрироваться в нынешнюю финансовую систему мировую? Или, возможно, они являются каким-то переходным этапом к чему-то, может, более большему, совершенному? Точно и то, и другое. Ну, то есть, отправной точкой является разрушение монополий национальных государств на выпуск денег. Вот мы прожили сколько-то веков в ситуации подобной монополии, и она разрушена. Вы знаете, у меня есть друзья, которые являются авторами и операторами одной из самых успешных криптовалют текущего года. Может быть, вы слышали, приложение называется Sweatcoin. Ты получаешь реальные финансовые ресурсы, реальные деньги на счет, бегая. То есть, столько, сколько пота производит твой организм во время бега на длинные дистанции, так пополняется твой счет. А то, что называется marketplace, то есть, возможности покупать за счет своего пота те или иные товары, стремительно расширяется. Почему? Потому что человеческий капитал настолько важен, что люди, которые делают много для поддержания своего здоровья и своей физической формы в хорошем состоянии, этой криптовалютой премируются финансово. И подобного рода криптовалютный бум, он всеобъемлющ, я думаю, что и мы, и наши с вами дети будем расплачиваться в самое ближайшее время чрезвычайно обширным количеством ресурсов, который вообще не равен деньгам, выпускаемым теми или иными государствами. Эти инструменты будут взаимосвязаны, их курсовые балансы будут всем ясны и понятны, а потери на транзакциях будут минимальными. И то, как те или иные юрисдикции встроятся и будут взаимодействовать с миром новых финансов, это ужасный интересный вопрос, которому мы посвятим 8 событий в рамках Global Challenge Summit через 2 недели. Добрый вечер. Наблюдаемая в последнее время повсеместная цифровизация экономики, развитие интеллектуального, искусственного интеллекта может привести к исчезновению целых отраслей и появлению совершенно новых. Как вы думаете, Казахстан, как может строиться мировой тренд и занять лидирующие позиции на новых рынках? Да, вот, кстати, очень интересный вопрос, много о нем говорится. Это и фобии, связанные с тем, что многие лишатся работы и целые отрасли, которые могут вымереть в результате цифровизации. Все это правда, и возможности остры, и страхи еще острее, причем возможности находятся в чуть более отдаленном будущем, а страхи они здесь сейчас, потому что роботизация уже сегодня освобождает тысячи, тысячи и тысячи людей ежедневно по всему миру. И я скажу, как мы смотрим на это, оперируя программу форума, безусловно, трек про цифровизацию, трек про инновационное развитие, трек, где мы видим все тенденции, связанные с искусственным интеллектом, роботизацией, IT и так далее, и так далее. Он идет тесно в ногу с треком про человеческий капитал, про то, что надо делать с национальными системами просвещения, образования, воспитания креативных людей, создания экосистем, в рамках которых могут существовать новые креативные индустрии. То есть те самые новые формы занятости. Насколько быстро возможно эта трансформация? То есть насколько то, что многие экономисты называют маневром Бильбао, когда в течение нескольких десятилетий удается превратить кризисный индустриальный город в одну из мировых культурных столиц с оправдавшейся ставкой на глобальный туризм, на развитие креативных индустрий и так далее, и так далее. Это вопрос вопросов, и этому тоже уделено огромное место в программе. Я уверен, что это будет интересно. Прошу, следующий вопрос. Добрый вечер. Вы несколько раз упоминали об амбициозных планах Казахстана по вхождению в 30-ку наиболее конкурентоспособных стран мира. Но, зная, какие эти 30 стран, к которым мы стремимся, считаете ли вы, что к заданному сроку Казахстан действительно достигнет этой цели, и какие конкурентные преимущества, если они есть, нам необходимо развивать, чтобы этого добиться? Все зависит от амбиции и настойчивости в достижении этих целей. Мне кажется, главным конкурентным преимуществом то, что эта цель очень ясно провозглашена, от нее никуда не деться. Она находится на, как говорится, рабочих столах и чиновников, и бизнеса, и экспертного сообщества, и, в общем, на национальной повестке постоянно. С ней удобно сверяться, а иногда очень неудобно сверяться, и это тоже хорошо. И эта стратегическая ясность – это, вообще говоря, преимущество номер один, конечно, этой истории. Если говорить про узкие места, то я не открою тайны, что любой такой план, любой такой страны будет упираться в дефицит, конечно же, не финансовых ресурсов, в дефицит, конечно же, неволи, ничего такого. Основной дефицит – это человеческий капитал, то есть то, что описано в рамке целей про трансформацию национального сознания. Это, конечно, основной вопрос и самая сложная реформа, поэтому мы тоже будем об этом говорить. Мой вопрос больше интеграционного характера. Сейчас уже достигнуты определенные результаты по соглашению между ЕС и Ираном по созданию зоны свободной торговли. Как вы думаете, насколько данный процесс соответствует идее создания большой Евразии? И вообще, по-вашему, эффективен ли вообще инструмент зоны свободной торговли в интеграционном плане? Это один из больших вопросов, который мы настойчиво ведем в рамках форума. Мы рассматриваем серьезный бум тех или иных торговых, таможенных и других макрорегиональных союзов, которые, безусловно, происходят в мире сквозь призму симметричной деградации или кризиса общих торговых и экономических регуляторных систем, которые происходят в мире. И вот как взаимодействуют подобного рода союзы, национальные протекционистские политики с общей глобальной рамкой таких структур, как ВТО, это самый большой вопрос, который серьезно влияет на экономический рост. Но, безусловно, развитие таких проектов, как ЕС, является реакцией на недостаточность международной регуляторики, которую те или иные экономики, в том числе экономика стран ЕС, получает от этих больших глобальных горизонталей регуляторных. То, что на обновленном Астанинском форуме будет подписываться важная веха про присоединение Ирана к ЕС, это почетно, здорово и замечательно, потому что страна, выходящая из-под санкций, содержит, безусловно, большие возможности интенсификации торгового обмена. И замечательно, что это происходит и происходит от плеча Астанинского форума. Как Вы считаете, может ли переход к концепции зеленой экономики активизировать процесс развития Казахстана? И как? Ну, я скажу так, что у Казахстана, как у большой, представленной на мировом рынке экспортно-ориентированной энергетической державы, стратегически нет другого пути, кроме как перекладывать прибыли своего энергетического сектора в то, из чего дальше в будущем будет состоять мировой энергетический баланс, а именно в те или иные направления зеленой энергетики. Не случайно это делают все энергетические гиганты 20 века, говорим ли мы о корпорациях или о странах. Вот этим, безусловно, надо заниматься. И мне представляется, что Казахстан с его ландшафтом. В общем, большая сфера для не только инвестиций в возобновляемую энергетику, но и внедрений. И здесь, в общем, есть куда расти. И я надеюсь, что в том числе фокус на клинтеке со стороны МФЦА позволит кристаллизовать и структурировать ряд проектов в области возобновляемой энергетики и выступить таким как бы двигателем запуска подобных кластеров. Добрый вечер. Как заявил глава государства, в целях повышения роли бизнеса в экономике в стране проводится приватизация, которая позволит сократить долю государства в экономике до 15%, что соответствует уровню стран ОСР. Как Вы считаете, какие еще механизмы и способы снижения доли госсектора применимы в настоящее время, в нынешних условиях? Ну, смотрите, во-первых, да, спасибо за вопрос про приватизацию. Это тоже очень помогающий нам двигатель в взаимодействии с мировым инвестиционным сообществом, мировым деловым сообществом, потому что интерес к этому масштабному плану приватизации, он имеет глобальный статус, глобальную рамку, и мир больших денег с интересом смотрит за этой тенденцией. Но Вы правы, приватизация важна не сама по себе, она важна как средство достижения определенных целей. К целям этим относятся и снижение доли госсектора в экономике, и приход в эти крупные, интересные, масштабные государственные активы новых собственников, новых инвесторов с новыми компетенциями, с новым видением, что, как правило, дает дополнительный импульс развитию этих компаний, не только потому, что привлекается сама по себе инвестиция, но и потому, что приходит новая квалификация управленцев сквозь советы директоров и так далее, и так далее. Также важно сказать, что у снижения доли госсектора есть еще два казахстанских больших проекта. Это, конечно же, дорегулирование и, конечно же, налоговая реформа с акцентом на создание инвестиционного климата нового качества. И то, и другое интересно, и то, и другое будет представлено и дебатироваться в рамках экономического и стратегического трека форума через две недели. Спасибо. Булат, в завершении позвольте мне задать пару вопросов. Первый вопрос больше такого организационного характера. Огромное количество топовых спикеров, топовых участников на самых таких массивных фигурах. Вы остановились, о них сказали. Вот сейчас на какой стадии идет организационная подготовка к форуму? И самое интересное, что бы хотел услышать, все ли уже подтвердили свои участия? Подготовка идет на стадии круглосуточной. Да, все подтвердили свое участие, и подписная кампания касательно спикеров, в общем, можно сказать, что официально завершена. Порядка 70 мероприятий, порядка 500 спикеров. Ну, это не шутка, это серьезный запас интереснейших сведений, которые крайне концентрированы в течение двух дней, будут представлены в самых разных форматах. Булат, мы все, я уверен, все, кто присутствует в этом зале, будем с нетерпением ждать начала форума, отсмотрим. Потом в интернете все, что не успеем, увидите воочию. Вам желаем только удачи, успехов и ярчайших событий на астанинском экономическом форуме. Спасибо огромное. Это было ток-шоу АЭФ 2018 Global Challenges Summit. Сегодня мы говорили о предстоящем грандиозном событии, об астанинском экономическом форуме, который начнет свою работу 17 мая 2018 года в столице Казахстана и на три дня сделает Астану центром глобального внимания мирового экспертного сообщества. О том, как это будет сегодня, нам подробно рассказал генеральный продюсер форума Булат Столяров. Активное участие в дискуссии принимали эксперты ведущих институтов, которые изучают вопросы и тренды экономики. Спасибо вам огромное, уважаемые гости. Булат, вам спасибо. 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 Спасибо.